Больше 200 пострадавших от паводков семей в Кустанайской области уже получили новое жилье, подготовили 60 квартир в современном жилом комплексе, качество работ на постоянном контроле местных властей. Наталья Срокова расскажет о тех, кто уже получил помощь. В этой девятиэтажке сдают квартиры комфорт-класса и в чистовой отделке. 60 из них предназначены для населения пострадавшего во время паводка. Семья Интыкбаевых из села Алтынцарина получила трёхкомнатную. Первые гости у новосёлов – представители Акимата. Один из важных вопросов – качество жилья. Дом нам нравится, очень красиво. И двор, и площадка там такая детская, мощная. В общем, мне всё здесь понравилось. И здесь ремонт хорошо произведён. Добрый день. Здравствуйте. Можно? Да, конечно, проходите. В числе новосёлов и семья Холодковых. Их прежний дом в селе Алтынцарина после паводка оценочная комиссия признала аварийным. Решили переехать в город. Наш дом пошёл под снос, и нам предложили квартиру здесь. И детская площадка шикарная, и сам дом. Но мы и даже не думали, сразу согласились. Ремонт такой прям роскошный. Нам же дали ещё телевизор, холодильник. Дали всем. Для детей, что самогласно, и футбольное поле, и площадка. Живи и радуйся. Большое спасибо, в первую очередь, нашему президенту. В трудную минуту не оставили. Благодарность большая. Всего в регионе комиссии обследовали 1351 дом. Из них 475 не подлежит восстановлению. Их владельцам построят или купят новое жильё. Люди пострадали от банков, разрушенных домов. Как получают компенсацию? Как даётся жильё? И вот сестра и государственные, вот эти беспрецедентные веры, конечно же, в нашей стране приняты. Сегодня уже 208 домов уже приобретено. То есть 43,7% уже люди приобрели жильё. Получают квартиры в Аркалыке жители южных районов области. 65 семей из сёл Якден и Кызылжолдос после паводка решили обосноваться в городе. Ради будущего детей, а их у нас шестеро, мы решили переехать в город. Получили трёхкомнатную квартиру в новом доме. Школа рядом. Дети записались в спортивные секции и кружки. Все социальные выплаты и компенсацию за погибший скот мы получили в полном объёме. Для тех, кто не захотел уезжать из села в город, построят частные дома. В Амангельнинском, Джангельнинском и Кустанайском районах их будет 88. За счёт общественных фонах Астана Халхана ведётся строительство типовых жилых домов площадью 80 квадратных метров. Стоимость домов составляет 29,5 миллионов тенге. Астана частично строится в отдалённых районах, в общем, в 8 сёлах. Также компания «Базиса» ведётся строительство 50-квартирного современного жилого дома в городе Аркалык. В южных районах региона подрядчики уже приступили к работам. В Амангельнинском возведут 27 домов. По проекту они будут выше зоны подтопления. Строительные работы идут полным ходом. Весь материал уже завезли. 18 домов возведут в райцентре. Остальные в пяти сёлах. Сейчас идёт монтаж фундамента. По предварительным расчётам завершить строительство домов для пострадавших от паводка жителей планируют до конца лета.